Добрый день, добрый вечер. Всем здоровья, благополучия и успехов. И мы, как всегда, с молитвой приступаем к изучению пророков, точнее продолжаем книгу Шмуэльбет. И мы с вами сегодня начнем говорить об идее построения храма, которая была у Давида, и почему она не была приемлема для всего народа. Мы этот момент затронули, но сегодня мы посмотрим через Агаду его отношения с домом Шауля. Это наше продолжение. И дальше, если мы успеем, его отношения с Омоном, с царем Нахумом, который сделал для него большую милость, спас его брата, который остался единственным, в общем-то, из членов его семьи. И мы помним с вами, что его отец Иша и мать были убиты в Моаве. И, как видимо, могила их была перенесена в землю Израиля, потому что в Хевроне, в таком небольшом, скажем, воздушении над Хевроном, которое считается отдельным поселением, в Тель-Ромеда, там находятся могила Иша и могила Руд. И то, что я хотел вам сказать, что, опять же, мне представляется, что изучение пророков, оно очень-очень важное. И без того, чтобы обратиться к нашему прошлому, мы не можем представить себе настоящее и построить будущее. Особенно в то время, когда весь мир шатается, в нем бродят, так сказать, раскачивая его самые разные идеи, как в свое время бродил по Европе, как мы с вами знаем, призрак коммунизма. Особенно в это время очень важно представляется мне обратиться к пророкам, понять божественные идеи и, если так можно сказать, проникнуться Божественным Духом. Вот наша работа всегда совместная. Я жду от вас вопросов, замечаний, дополнений. И прежде всего я постараюсь открыть Агаду. Мы с вами говорили о том, что Давиду было сказано, и мы это с вами видим в Деврея Мима, точнее, это он сам говорит Шламо, что почему ему не было дано построить храм, Всевышний сказал ему, ты пролил много крови. Было это сказано напрямую Давидом? Или он так понял запрет Всевышнего и пересказал Шламо свои соображения, свое понимание? Трудно сказать, но в любом случае мы с вами говорили о том, что нету никаких претензий к Давиду. А Маоралк, я напомню вам, он говорит о том, что проблема Давида была в том, что он слишком сильно оторвался от народа, слишком высокую взял планку. Может быть, это не его проблема, это проблема народа, что не смогли за ним дотянуться. Может быть, это обоюдная проблема, но факт остается фактом. И Маоралк называет пролитием крови отрыв души от тела. Это, кстати, его постоянная линия, он многие вещи так объясняет. Но отрыв души от тела не в буквальном смысле слова, но если представить себе народ как тело, и у него есть общая душа, то Давид как бы потянул эту общую душу, которая от него зависела, во многом через него как бы шло общее божественное раскрытие, раскрытие божественного присутствия от народа, он потянул ее как бы очень высоко вверх. В каком плане? Давайте мы с вами продолжим эту тему и посмотрим о году. Она встречается в нескольких вариантах, и мы постараемся все из них затронуть. Вот, я прежде всего пытаюсь открыть шеер сейчас с вами вместе для вас. Вот, я уже вижу, где мы с вами должны быть. Так, не знаю, давайте я так сделаю. Ну, так, теперь я сделаю вот так. И я понимаю, что вы... Надеюсь, что мы видим с вами экраны, и на экране... Да, да, сейчас видно. Отлично, я делаю чуть покрупнее, чтобы вам было видно. Вот, да, бездна и песня. Агада, которая приводится в Ярушауме в трактате Сан-Ядрин, она говорит нам таким образом. Давид в поисках места будущего храма обнаружил кувшин, который, как ему было известно, находился на этом месте с момента дарования Торы. То есть у Давида есть пророческий дар. Да, и вообще необязательно представлять, что вот так вот буквально все было. Агада передает смысл произошедшего. Как бы как художник иногда рисует картину, и нужно понять его замысел, потому что просто сам рисунок, он как бы не представляет ценности, представляет ценность того, что там мысль, которую хотел выразить художник, то же самое и здесь. Что видел Давид пророческим взором, что он чувствовал, трудно сказать, но вот рисунок, который нам передает через Агадут Раддак-Ярушам, и он такой. Давид в поисках места будущего храма обнаружил кувшин, который, как ему было известно, находился на этом месте с момента дарования Торы, «Закрывая отверстия, ведущие в бездну». Идея бездны появляется несколько раз во многих местах. Она даже и появляется в галактических моментах. То есть считается, что на месте храма, недалеко от того места, где стоит жертвенник, есть два отверстия, которые уходят как бы в бездну, в первозданную бездну. Можно понимать это буквально, можно понимать как образ, как вам угодно, но вот почему-то на месте храма, кроме того, что мы знаем, что в святая святых находится как бы первый камень, из которого сотворен мир, первая точка, из которой творится мир, и она остается на грани духовного и материального мира. Через нее проходит связь духовного и материального мира, и эта точка как бы связана со всем, со всем, так сказать, пространством, со всеми остальными точками в мире, и влияет на них. Как бы нажимая на одну точку, ты нажимаешь на все точки. Построив храм, опуская благословение в эту точку, ты влияешь на весь мир, прежде всего на землю Израиля, и на весь мир. Такой образ нам рисует Агада. Это один момент. Вот есть жертвенник. Место жертвенника – это место, откуда был взят прах, так сказать, прах, земля, для сотворения Адама, и говорится, что на том, из того места, откуда он сотворен, там, а только на этом месте, человек может очиститься от греха. То есть на этом месте стоит жертвенник. Вот мы представляем, мы поговорим об этом еще, об этой идее. А вот здесь еще третий момент, как бы первая точка, место сотворения Адама, и третий момент – бездна, как бы, бездна, первозданная бездна, которую, если открыть, то весь мир затопит, поглотит, как во время потопа. Потоп между нами может быть не только материальным, потоп может быть духовным. Об этом нам напоминает Агада, о том, что, когда люди пришли к, когда к Беламу пришли народы мира, или кто-то из народов мира пришел в момент дарования Торы, и спросили его, что же это, почувствовали, что приближается потоп, весь мир затопит сейчас. Они пришли к Беламу и спросили его, что происходит. Белам объяснил, что это дарование Торы, что это не потоп настоящий, а это весь мир захлестнула, такая духовность, огромная, непомерная, духовность захлестнула, весь мир. Ничего пройдет, сейчас все успокоится, все будет тихо. Вот это как бы пророчество Белама народа мира. И вот дальше мы читаем, есть эта бездна. Давид сдвинул его, кувшин от этого, и воды начали подниматься, угрожая затопить весь мир. Что-то происходит. Наверное, не в материальном мире, потому что это трудно представить себе, что вдруг какой-то поток, а что-то происходит в духовном мире. Идет некоторая, скажем, как можно образно представить себе волна, которая готова, нарастает, которая влияет на всех людей, и она может как бы смыть весь мир, увлечь за собой все души, потянуть все души за собой настоящий поток в духовном мире. И по совету Ахитофеля Царль произнес песни восхождения. Давид начал играть свои тренинги, песни восхождения, и каждая из них вернула воды на сто локтей обратно. В песне Давида вернули эти воды, после чего опасность уничтожения всего живого была устранена. И мы видим этот текст, может быть, сам по себе красивый, но непонятный. Но смысл его, он как бы очень близко лежит на поверхности. Если мы представим себе, что кувшин, который стоит, закрывает выход из этой бездны, это некоторый сосуд. Он там стоит с момента дарования Торы для того, чтобы, понятное дело, принять как бы духовность сверху, принять, наполниться духовностью сверху. Этот сосуд, может быть, он находится в душе Давида или отображает то, что есть в душе Давида. Может быть, то, что в душе всего народа Израиля. То есть на этом месте, это место, на котором сосуд должен наполниться духовностью. Мы понимаем, что храм, служение в храме, оно должно наполнить души сыновей Израиля высочайшей духовностью, ощущением божественного присутствия. То самое ощущение божественного присутствия, которое народы мира воспринимают как поток. И Давида это не устраивает. Кувшин, сосуд, ограниченный, наполняющийся сверху, только сверху, только наполняющийся словами Торы, как будто приходят, как будто приходят сверху и наполняют человека, его это не устраивает. Он убирает этот сосуд и начинается поток. Мир не может это выдержать. То есть Давид хочет, чтобы с построением храма душа человека раскрылась настолько, чтобы как бы Тора и была не нужна. Все ушло от души. Человек чувствует божественное присутствие, оно наполняет весь мир, и это идет от души. Не сверху откуда-то, не кувшин наполняется, не через уши человека входят слова Торы, а она идет, а они идут из сердца. и мир не может это выдержать. Это поток. Тогда как привнести все-таки ту область? Как все-таки хотя бы выйти немного из рамок, из сосуда, который наполняется сверху, ну и что он так будет наполняться сверху, а как же снизу, воды снизу, как же движение, как же движение сердца снизу, как же раскрытие души, души безграничной, да, и тут находится компромисс. Это песни Давида. Песни Давида. Они возвышают душу, да, возвышают, но не так, как Давид хотел сначала, никаких границ, никаких рамок, все-таки есть рамки, и песни возвращают эти воду, эту неограниченную духовность, которая захлестывает весь мир, они возвращают ее в какие-то рамки. Но она все-таки есть, она не исчезает, она не уходит куда-то в эту бездну обратно, а она остается как бы близко к поверхности. то есть и вот это, скажем так, можно представить смысл Агады. В Бавли, в трактате Макот, эта Агада появляется несколько в другом плане. Говорится, что на том же месте Давид нашел эти отверстия, и они были запечатаны глиной, как бы глиняной печати, на которой стояло на каждом из отверстий имя Всевышнего. И Давид разбил эти таблички с именем Всевышнего, наверное, он их разбил так, чтобы не повредить имя Всевышнего, представим себе. Вот, но он снял эти глиняные таблички с именем Всевышнего, и опять же вода пошла и грозила затопить весь мир. Он спросил, что ему делать. И тот же самый Ахитофель, который упоминается здесь, он сказал ему брось таблички в воду, и они растворятся там, и вода успокоится. Давид не знал, можно ли так сделать, это все-таки имя Всевышнего, можно ли его растворить. Ахитофель объяснил ему, что ради спасения мира это можно сделать, и Давид бросил таблички в воду, и они растворились, и воды успокоились. О чем это говорит? О том же самом, только несколько как бы в другом ракурсе. Смотрит, скажем, автор «Агады» есть, так можно сказать, смотрит несколько под другим углом на ту же самую проблему. Опять же, Давида не устраивает ограничения, когда как бы воды, бездны, то есть бесконечная душа человека, она ограничена чем-то. Чем она здесь ограничена? Именем Всевышнего, самая высокая, прекрасная, самая абстрактная и самая близкая как бы к бесконечности, к духовному миру. И даже это Давид не устраивает. Он снимает это ограничение, он хочет просто движение души, но это не получается. Если ты хочешь движения души, должно быть какое-то ограничение и, по крайней мере, имя Всевышнего, которое как бы и ограничивает и в то же время связывает с бесконечностью, это имя растворяется в этих водах, как бы растворяется в душе и это то, что создает такой баланс, в котором человек может существовать. Давид стремился просто к полному, совершенно открытому ощущению, еще даже как-то куда-то уходящим выше имени Всевышнего, как говорят рабе Акива, учил голоход из хвостика, который надьют, то есть еще куда-то выше, скажем, имени Всевышнего куда-то он хотел устремиться. Вот так же и Давид. Он хотел, чтобы ощущение человека, когда будет построен храм, было совершенно четкое, ясное, и человека тянуло ко Всевышнему, и тогда самого в себе не было, не было бы никаких неправильных поступков. Это была идея Давида, этого он просил у Всевышнего, об этом он молился, и ему было сказано, что этот момент он не пройдет пока. в будущем пророк Иеремия говорит, что в будущем человек человека не будет учить Тори, потому что вся земля будет полна знанием Бога, как море полно водами. То есть какой-то идеал, когда человек просто сердцем ощущает истинность, правильность, ощущает божественное присутствие и идет с этим. Мы можем представить себе, что царь Шламо не отказался от этой идеи, по крайней мере где-то был близок к этому. И когда Всевышний у него спросил, что ты хочешь, какое твое желание, я дам тебе все, что ты хочешь, он царь Шламо попросил Лев Шумеря сердца, которое слышит. Он хотел воспринимать мир, божественное присутствие в мире сердца, ему это было дано, но не было дано до самого конца, как он хотел, чтобы просто сердцем, даже не напрягая, условно говоря, не напрягая разум, чувствовать в суде, кто прав и кто неправ. Говорится, что это ему не было дано. Но вот мы видим эту линию, можем представить себе, насколько был Давид непростой человек, насколько он, как бы сегодня сказали, опережал свое время, и насколько царь Шламо был готов продолжить его линию, как бы был его способным учеником, был готов продолжить линию Давида. здесь я на секунду остановлюсь, прежде чем мы с вами двинемся дальше. Окей. Вот я вижу вас всех, если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Если что-то хочется спросить, добавить, если все понятно, то мы с вами пойдем тогда дальше. Я вижу, что пока вопросов нету, будем надеяться, что все понятно. Потому что всегда есть два варианта, когда вопросов нет, либо все понятно, либо все непонятно. Будем надеяться, ту же самую приготовленную мою презентацию. Секунду. Одну секунду. Так. И мы с вами тогда переходим к нашему тексту, который я вижу. У меня как-то все это не очень сегодня получилось. Так. Тогда я... А, вот. Мне очень трудно с этим соотнестись. Хактор приходит, он видает этот текст. Так. вот. Внимаю его как можно крупнее. Делаю полный экран. и мы с вами оказываемся в девятой главе. Девятая глава рассказывает об отношениях Давида с домом Шауля. Мы можем представить себе, мы можем представить себе, что это большая проблема. Пришел новый царь, новая династия. как это водилось в древнем мире. По секрету, скажем, даже не в древнем мире. Новая династия истребляет представителей всей старой династии. то, о чем рассказывает нам этот текст, это на самом деле происходит не сейчас, а происходит в то время, когда Давид начал править, когда он укрепился и только-только укрепился в Иерушалайме, первая его забота была о том, чтобы помочь или, скажем, и упрочить дом Шауля, чтобы он не пропал и чтобы он не исчез. с одной стороны, с другой стороны, показать, что он полностью не принимает эту идею, что нужно кого-то истреблять, кого-то бояться, опасаться, что у него отнимут престол напротив. Тем более, что мы помним, что он поклялся Натану, что он не будет истреблять его потомство. И Давиду нужно было наладить отношения с Калином Беньямина, которое к тому моменту было разделено на два лагеря. Первый составляли люди, пришедшие к нему в Мицпе, Моав, Вициклад, мы помним, что это его остановки в его блужданиях во время бегства от Шауля, и когда он был в Мицпе, к нему приходят часть сыновей Беньямина, и когда он в Моаве, и когда он в последствии в Циклаге, к нему продолжают истрекаться люди из Беньямина. Но это далеко не все. Были еще и те, кто пришел на помазание в Хеврон, а были и те, кто на помазание в Хеврон не пришли фактически на признание Давида царем. Как говорится в Девреи Амин, пришли к Давиду в Хеврон и сыновей Беньямина, братьев Шауля, подчеркивается, что братьев Шауля, только три тысячи человек, а большинство из них все еще хранило верность дому Шауля, исполняли свои обязанности в доме Шауля. Мы видим, что невозможно все охватить всю информацию и что-то осталось в Девреи Амин, Эза дополнил то, что ему было важно. И вот мы здесь видим картину, что сыновья Геньямина разделяются в тех, кто сразу пришел к Давиду и во время его глужданий, на тех, кто пришел для того, чтобы его признать царем в Хевроне, а есть те, кто не пришли, не признали его царем. И тут очень ситуация такая, можно сказать, скользкая. Давид, после того, как его признали царем, мог очень сурово обойтись с теми, кто не признал его царем, так казалось его признать царем. Мы знаем, что в царской власти наказать очень сурово тех, кто даже подозреваем в бунте неуважения к царю, но он этого не сделал. Он мог казнить тех, кто не пришел к нему, потому что он мог посчесть, что они продолжали стоять на стороне Ижбоша, Ижбоша-то правда нет в живых, но тем не менее. Мы продолжаем его поддерживать. С ним поступить очень сурово, но мы видим, что он пошел совсем по-другому пути. Во-первых, еще сразу же, опять же, здесь не о всем рассказывается. Давид привлек к управлению страной пятерых детей Мирав. Пять детей Мирав. Помним, это старшая дочь Шауля. Такая парадоксальная ситуация. Она рано умерла, и ее пять детей воспитывал Михай, жена Давида. Фактически, они воспитывались в его доме. Но в жестокие времена и в жестокие царства это могло не иметь значения. Однако у Давида они были членами семьи, и он привлек их к управлению государством. И также были двое сыновей Шауля, которых родила ему наложница Рицпак, о которой пойдет речь дальше. И их он также не оставил без дела. Кроме того, Шиме бен Гера, человек, который в дальнейшем упоминается как резко выступивший против Давида во время бунта Афшалома, его противник, не принимавший Давида. Давид сделал его одним из своих советников, а впоследствии сделал даже и воспитателем Шламо. Это уже после бунта Афшалома. То есть здесь какая-то совершенно гениальная мысль Давида. Или даже не столько мысль гениальная, как способности Давида гениальнее поставить тех, кто считает себя его врагами, противниками на свою сторону. Может быть, Шиме бен Гера это не удалось до конца, но тем не менее до самой кончины Давида Шиме бен Гера оставался воспитателем Шламо. и еще какое-то время после смерти Давида. То есть таким образом мы видим, о чем нам рассказывает коротко 9 глава. Давид уже как бы, если так можно сказать, устроил дела потомков Шауля. по возможности приблизил их и поставил их на службу вокруг себя и тем самым начал завоевывать доверие Бениамина, можно сказать, колено Бениамина, можно сказать, умерял доверие колено Бениамина. Мы видим, что колено Иуды и Бениамина в дальнейшем очень прочно так соединились и во время всех бунтов, во время всех передряг, даже во время разделения государства после смерти Шломона две страны Бениамин всегда неотлучно следовал за коленом Иуды. В этом немалая заслуга Давида, который сумел завоевать доверие колено можно сказать правившего колено, которое утратило свою власть, утратило свои привилегии, он смог поставить завоевать их сердце и поставить их на свою сторону. Вот мы видим, и сказал Давид, если есть еще кто-то остался из дома Шауля, остался незамеченным, то сделай ему милость ради Натана. А у дома Шауля был раб, имя его Цива, и позвали его к Давиду и сказал царь ему ты и Цива, и сказал тот я раб твой. Тут в одном предложении масса психологических моментов. Что за раб? Мы видим здесь, и в этом предложении по дальнейшему поведению, что это не совсем раб. И здесь нужно знать закон, что раб не еврей, это не упаси Бог, не тягловое животное, не чернорабочий, это человек, у которого есть свои права в обществе и есть свой статус в обществе. Он должен быть обрезан, он не имеет права нарушать законы, только включая субботние законы, он должен есть пасхальную жертву, и если он находится у кого-то в услужении, то упаси Бог бить его, упаси Бог оскорблять, его, он должен получать такую же пищу, как и домашний, более того, его даже нельзя сажать за отдельным столом, он должен быть членом семьи, это раб из не евреев. Как он попал в такое положение рабства, трудно сказать, но Циба, как мы можем представить себе, он получил освободительное письмо, он ведет себя как человек более-менее свободный. Называется раб дома Шауля только по старой памяти, что когда-то он был рабом, или даже, лучше бы сказать, слугой, с определенным статусом, с определенными правами и обязанностями, он был слугой дома Шауля у кого-то из сыновей или внуков Шауля. Когда раб получает освободительное письмо, ему больше ничего не нужно, он становится полноправным членом общества, на него ложатся все обязанности, которые лежат на евреи от рождения без всяких ограничений, без всяких поблажек. Все остальные законы, и кроме субботы, и кроме пасхальной жертвы, все это ложится на него, то есть освободительное письмо, оно делает его евреем, то есть полноправным членом общества, со всеми обязанностями, которые ложатся тут же на него в трактате Брахот рассказывается, что у Рамбан Гамлеэля был раб по имени Тувя, он был большой мудрец, к нему обращались с вопросами по Торе, однажды не хватало человека для Миньяна, до 10 человек, Рамбан Гамлеэль взял тут же на месте, написал освободительное письмо Туви, взял это письмо и он уже мог войти в Миньян как один из сыновей Израиля. Туви, то есть но здесь Сиба, почему он назван раб Шауля, не только потому что по старой памяти, но и скорее всего он захотел как-то остаться в доме Шауля, продолжать там работать, несмотря на то, что получил освободительное письмо. это не добровольное рабство, а это просто, когда человек свободный уже решает жить и работать на хозяина, которые нанимают его на тех или иных условиях. И Давид теперь зачем же Давиду обращаться к рабу? Есть потомки Шауля, есть много людей, которые из колена Вениамина, которые должны быть в курсе, что там делается в колене Вениамина, спроси их. Ну, а Давид опасается напрямую обратиться. к кому-либо из колена Вениамина, чтобы это не вызвало подозрений. Не разыскивает ли он кого-то из потомков Шауля для того, чтобы наказать или их или, упаси Бог, вообще расправиться над ними. Поэтому он обращается к рабу, который знает весь дом Шауля, который назначен вести все дела в доме Шауля работать, распределять доходы от тех или иных земель, от того или иного урожая. Он должен знать весь дом Шауля, но сам он не принадлежит колену колену Бениамина, он приходит только к Давиду. Давид мог послать его и слух своих, разговаривать с ним, узнать все. Нет, Сима отказывается говорить с кем мы видим, что несмотря на все отношение Давида к дому Шаулю, остается определенное напряжение со стороны этого колена. И сказал царь, не осталось еще кого-нибудь из дома Шауля, если найдется такой человек, я окажу ему милость и сильного, и сказал царю, есть еще сын у Иннатана хромой на обе ноги. Мы не знаем, почему он хромает на обе ноги, что точно с ним случилось, но это то, что есть. Сива сразу говорит об этом не потому, что он хочет обидеть своего хозяина, а потому что он сразу хочет сказать Шаулю, что этот человек он не способен править. В древнем мире это было неприемлемо, если у царя есть какое-нибудь увечье, то это было неприемлемо, чтобы он правил. Может быть, не знаю, во время правления что-то заболел и так далее, но должен был выздороветь и должен был как бы исполнять все свои обязанности, быть в полном здравии, иначе он не мог быть царем. И вот Сива сразу говорит, что Давиду, если бы он хотел что-то, как-то, если он хочет узнать, нет ли у него конкурентов, ему ничего не стоит опасаться. И сказал ему царь, где он? И сказал Цива царю, вот он в доме Мехира, сына Амиеля в городе Ло-Девар. Он живет за Ярденом в доме Мехира, это не буквально в доме, а там, где сыновья Минаше и один из потомков Минаше, Мехир, захвативший области, целые области еще при Маше во времена Маше на севере, в северной части Гелада, вот там он живет, то есть, как бы, максимально далеко от всех центральных мест там он спрятывался, как бы, и живет, чтобы никому не показываться. Вот. вот. И послал Давид и взял его из дома Мехира, сына Эмиеля, города Водебар, и пришел Мефибошит, сын Ионатана, сына Шауля Давиду, и упал на лицо свое, распростерся, и сказал Давид, Мефибошит, и сказал, вот раб твой. Вот. Сам в себе Мефибошит, как нам свидетельствует трактат Шаббат, был человеком праведным и был выдающимся мудрецом Торы. Давид часто советовался с ним, часто, постоянно советовался с ним, и если и говорил, как бы, подчеркивал иногда перед лицом Всевышнего свою заслугу и говорил Всевышнему, ну, разве я неправедный человек? А в чем праведность? Как же в чем праведность? Я советуюсь Мефибошитом большому малому, какое бы решение я не принял, я его спрашиваю, правильно ли я восстановил, так ли я сделал, но ведь я все-таки царь, и нет, несмотря на это, есть человек, мудрость которого в Торе я признаю выше, чем свою. Разве это неправедность? Так нам рассказывает трактат Брахот, буквально или не буквально, говорил ли эти слова Давид или нет, но в любом случае трактат Брахот подчеркивает вот это также качество Давида, который вылечит царем, он готов признать кого-то выше себя в знаме Торы и советоваться с ним. Это, в этом видится праведность Давида. Тем более Мефибошит из дома Шауля. И сказал ему, Давид, не бойся, ибо непременно сделаю тебе милость ради Ионатана, отца твоего, из того, что Давид говорит, не бойся, мы можем представить себе, что Мефибошит боится. Непременно сделаю тебе милость ради Ионатана, отца твоего, и верну тебе все поля Шауля, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за столом моим. Кроме того, что я тебе верну все поля Шауля, ты еще будешь есть за столом моим. Что значит поля Шауля? Мы можем себе представить, что, в принципе, царь, даже царь, он не вправе распоряжаться делами, которые были даны Всевышним по жребию, были определены каждому и каждому из тех, кто вошел в землю Израиля. Эти наделы потом передавались по наследству детям, делились между детьми, но и, в принципе, это не воля царя. Царь может проложить дорогу, и тут он может не спрашивать человека, даже если у него наследование надел, потому что это право царя проложить дорогу. Дорога это и торговые пути, что безумно важно для государства и военные пути, что тоже также очень важно для царя. Это в его праве, но просто взять и отделить от чей-то участок, от кого-то отобрать, передать кому-то, это нельзя. Другое дело, что земли Шауля здесь имеется в виду, что еще со времен Яшуа было много земель, которые остались незаселенными, неразделенными, неосвоенными, и этими землями питал царь. Вот об этих землях, которые еще не заселены и на которые не были разделены между людьми, между домами, отцов, эти земли Давид обещает отдать Мефибожиту, и кроме того, что он отдает ему приземлю, он говорит, ты будешь при мне, ты будешь всегда обеспечен, и ты будешь жить в Ярушалайме, вместе мудрецов Торе, ты мне нужен здесь, дальше твое решение, это я тебе отдаю. Мефибожит, мы помним с вами, что человек, который должен был, как бы, можно сказать, должен, или Амнер хотел, чтобы он возглавил Десять имени, ту же основу имени, Бошет, стыд, там Иш, Бошет, человек стыда, а здесь Мефибожит, тот, кто, скажем, происходит из стыда. И мы понимаем, что потомки Шауля безумно переживали поражение его на горе Ильбова, которое было национальной трагедией, безусловно, поражение, гибель царя, но кроме того они видели как бы и свою причастность к дому Шауля, и вот они взяли такие имена, один взял Ишбоши, другой Мефибоши, то, что связано со стыдом, с позором, может быть, в какой-то степени с трауром по какому-то печальному событию, вот такое имя он взял себе. И сказал ему «Давид, не бойся, ибо непременно сделают тебе милость ради Ионатана». Не бойся, значит, он все-таки боится. То есть, мы понимаем ту степень недоверия к Давиду, которая есть в колене Пениамина до сих пор. И распростерся и сказал, что раб твой, что ты повернулся к такому мертвому суу, как я. С одной стороны, выглядит очень узительно, с другой стороны, мы видим, что это, в общем-то, форма обращения к царю. Так похожим образом Давид обращался к Шаулю и обратился царь к Циве, слуге Шауля и сказал, все, что было у Шауля и все, дома его отдал я сыну господину твоего. То есть, Циве, Давид хочет, чтобы Цива, Цивя или Цива заведовал как бы всеми землями, всеми делами, которые есть у Шауля, заведовал бы, скажем, следил за всеми его доходами. Сейчас мы попробуем сдвинуть в центр. и сказал Циве царю, все, о чем прикажет господин мой царь, работай ему и так далее. То есть, Цива принимает на себя. А у Мефубошида был маленький сын, имя его Миха и все, кто проживает в доме Цивы, слуги Мефубошида. и так далее. Мы с вами пробираемся дальше. Мы видим как бы может быть это этот момент отношения призыва Мефубошида. Он дается подробно, потому что он будет в дальнейшем играть значительную роль в дальнейшем рассказе. И вот после того, как рассказано, как Давид отнесся к колену Гениамина и к потомкам Шауля, линия эта продолжается, как Давид хочет проявить благодарность ко всем тем, кому он считает он должен, обязан проявить благодарность. Здесь очень интересный момент можно прочеркнуть опять же из Маарала. Маарала в своей книге Нитивото Лам он говорит о том, что неблагодарность это в чем-то самый страшный грех. то есть можно подходить с шкалой как бы с линейкой материального мира и пробовать измерить тот или иной грех или то иное преступление можно подходить с линейкой духовного мира. Так вот, глядя из духовного мира неблагодарность можно читать, по крайней мере, Маарал так видит, как страшное преступление. Он говорит, что неблагодарность она выкачевывает добро. Нет благодарности, нет чувства благодарности, нет уважения хотя бы к тому, кто тебе помог когда-то. то нету добра. А что ничего не возникло, ничего не создало. И Маарал идет еще дальше. Он говорит, что трудно это назвать галахой абсолютным правилом, но посылка такая довольно общая и очень интересная. Он говорит, что человеку, который не понимает добра принципиально, который не благодарен, ему не нужно помогать, потому что добра не получается, добро не возникает. И вот мы можем представить себе Давида, который понятный человек, высокодуховный, живущий мерками духовного мира, он старается и установить мир, и установить отношения с теми, с кем эти отношения могут быть напряженными, вместо того, чтобы оттолкнуть, объявить врагами ту часть колена Мениамина, которая не пришла к нему, Шиме Бенгера, с которым у него всегда напряженные отношения, оттолкнуть, выбросить их как можно дальше, по крайней мере, а то и наказать. Он, если этого их приближает, теперь в этой же главе видна та же линия. Мы с вами неоднократно упоминали, что царь Амона спас брата Давида, когда царь Моава казнил всю семью, вероломно совершенно просто отвратительные пастухи. Считалось, что царские династии, они как бы родственники, как если там прабабушка даже Давида, она из Моава, все равно это и делает родственниками. Давид мог быть выгоден царю Моава, когда он вот так вот в бегах и нужно представить себе, что есть предсказание, что он будет царем, почему он будет царем, можно было бы установить с ним отношения, поддержать его, это было бы гораздо лучше. Нет, Моав просто из какой-то мерзости своей души он казнил и отца, и мать, и всю семью, всех братьев Давида один убегает в Омон и там находит там находит спасение. И Давид, только-только укрепившись на царстве, он что происходит? И было после этого и умер царь сыновей Омона и воцарился Ханон, сын его вместо него. Царь Омона, он, конечно, царем он, скажем, отвечал, если так можно сказать, отвечал, что благодаря ему был спасен младший брат Давида, но Давид не успел установить с ним контакт, он был занят своими делами, внутренними делами, а когда воцарился Ханон, он решил послать послов к Ханону для того, чтобы его утешать, утешать у смерти отца. Решение невероятное. Во-первых, объясняется тем, что Ханон, во многом, скажем, объясняется решение Давида тем, что Ханон был под сильным влиянием его брата. Может, они по возрасту подходили друг к другу, может быть, нет, но Ханон оказался под сильным влиянием его брата. Впоследствии, через какое-то время, Ханон принял ее. дочь Ханон была женой царя Шломо. Я бы хотел сказать первой женой, но вот уж не знаю, как тут сказать. Похоже, что она была его единственной женой, но об этом мы поговорим, когда мы доберемся до царя Шломо. В любом случае, говорится, что ради двух женщин Руд из Маава и Наама из Омона Всевышний спас эти народы и продержал их несколько сотен лет для того, чтобы только чтобы из них вышли эти две праведные женщины. Мы понимаем, что эти две праведные женщины, они не только вышли из этого народа, не только присоединились к еврейскому народу, они построили царский дом. Построили царский дом. Нечто невероятное. Царский дом, в котором, как бы, как мы с вами видели, сама глубина еврейской души. Ощущение божественного присутствия, то, что отличало Давиде, то, что отличало Шламо. От кого это? Скажем, это от Руд, и от Наама, которая оказала огромное влияние на царя Шламо, была его поддержкой и опорой во многих делах, и как бы он не представлялся совершенным и сильным, ему во многих и многих моментах нужна была опора, и этой опорой была Наама. То есть мы видим, что здесь завязано очень много, и это как конспект. Вот царь, сыновей Амона умер, царился Ханун, и Давид решил, окажу я милость Хануну, сыну Нахаша, как отец его оказал милость мне. А какой милость идет? Мы теперь все знаем? А так, как бы если бы мы не открывали Медрашим, не открывали Гемару, и в конечном итоге Мефаршим, то мы бы и не знали, о чем идет речь. И сказал Давид, окажу я милость Хануну, сыну Нахаша, как его отец оказал милость мне. И послал Давид слуг своих утешить его после смерти отца его, и пришли слуги Давида в землю и сыновей ОМОНа. Казалось бы, ничего страшного, ничего проблематичного, даже наоборот, есть высота в этом поступке и желание проявить благодарность не только месть по отношению к Моабу, который убил его родителей, но и благодарность Камуну, который спас одного из братьев. Все бы было хорошо, если бы не галактические проблемы. Вот, если бы не галактические проблемы. А тот, кто проявляет к этому народу милость, не избежит позора, говорит нам Мидбар Мидбар Раба. Мы знаем с вами, что в наше время все народы перемешанные и с галактической точки зрения не различают никого, кто из какого народа, каждый, кто приходит принимать Юр, не говорят, что вот он потомок там из ОМОНа, потомок из Моаба, есть какие-то ограничения, или он потомок из египтян, там тоже есть определенные ограничения с Юром, это все не работает, как нам сказал в свое время мудрец начала второго века Раби Вашу Бен Хананье, что после того, как Сан-Хилип перемешал все народы, то все народы они смешаны, перемешаны и с галактической точки зрения мы не обращаем на это внимания, но это время Давида, все народы как бы сидят, живут на своих местах и запрет, который в Торе, и запрет, который в Торе, не как бы нищий мир с ним, даже не говори им шалом, это запрет Торы, он непонятно, теперь, есть вот Гадав, в которой говорится, также в Аминбар-Раба говорится, что как бы Всевышний говорит, он хочет нарушить мое повеление, записанное в Торе, и проявить доброту там, где это не следует делать, сказано, не будь чересчур праведным, альтиет садик ютерны дай, а будь осторожен, чтобы в своем стремлении делать добро не нарушить какой-нибудь запрет Торы, да, вот есть такая посылка в Кагелите у царя Шламо, который как бы уже на опыте отца многое-многое знает практически, нельзя приближаться к Амуне, нельзя говорить ему Шалом, нельзя заключать с ним мир, почему? А мы сейчас увидим, что из этого выходит, Всевышний говорит, я сказал, ты понимаешь до конца, не понимаешь, ты хочешь проявить благодарность, да, вот, но есть запрет, да, как бы Всевышний говорит, я-то лучше знаю, ты хочешь быть праведнее Всевышнего, ты хочешь быть милостиве Всевышнего, добрее Всевышнего, ну попробуй, попробуй, что из этого выйдет, почему же Давид, зная этот запрет, почему он пошел на то, чтобы послать гонцов к Нахуму, и как мы представляем себе, или скажем, представим дальше, из этого выросло столько проблем, из этого вспыхнуло столько войн, что, как бы, ничего не остается делать, как развести руками, как бы, сказать, ну, Всевышний прав, так оно, так оно и получилось, Давид, Давид, видимо, полагал, что, если человек начал приближаться к Торе, царя Омона, то тут вполне, вполне допустимо вести себя иначе, так же, как в свое время Шауль, Шауль думал, что если царя Омалика взять клятву, что он не будет вредиться на Яну Израиля, то это уже не Омалек, так же и здесь Давид, не нужно думать, что это одно и то же, вещи похожи, но, безусловно, то, что сделал Шауль, выйдя на войну, это, можно сказать, преступление, он наслужил слово пророка, здесь ошибка Давида, который, как мы видим, совершал не одну ошибку из-за того, что как бы его душа захлестывала все, его доброта, его желание привнести в мир добро, высокую духовность, оно захлестывало все, поэтому иногда и его рассуждения, и его рассуждения приводили к не совсем верному, так сказать, биологическому выводу, это то, что произошло и в этот момент, Давид посылает посыл к Амону с добрыми словами, с утешениями, в Амон, к Амуну, посылает с добрыми словами, с утешениями, то, что было запрещено делать. Прежде чем мы двигаемся дальше, мы можем представить себе, где находится Амон. У нас есть с вами карта, мы немножко уменьшим чуть-чуть, и мы можем представить себе царство Амона со столицей Раббат Амон. Идти не так далеко послам, к слову сказать, стоит перейти переправу через Ирихо, дойти до города Ирихо, может быть, из Урушалаима, дойти до города Перерихо, переправиться через переправу самую удобную через Иорден, и тут рукой подать до столицы Раббат Амон. К слову сказать, в хорошую погоду я живу на горе 14 километров в сторону Хеврона от Иерушалаима, и в хорошую погоду живем на высоком горе, в хорошую погоду видно башни столицы Раббат Амон. Нужно сказать, что которая в данный момент является столицей Иордании. Нужно сказать, что в Иордании король Иордании категорически возражает против того, чтобы столицу называли Раббат Амон. Она называется, как вы знаете, Аман, и увозит Бог, и оскорбить его королевское достоинство, произнести где-нибудь в Иордании Раббат Амон. Это нет, это нельзя, это запрещено, это напоминает о Торе, было, не было, теперь это Аман, все, Раббат Амон, это запрещенные слова. Мы видим с вами, что вот этот кусок, кусок, это кусок, который занимают сыновья Израиля. Мы помним, что когда они подошли сюда, приблизились сюда, Путин пригладил царь Сихон, и царство Сихона Иога было завоевано, и здесь живут сыновья Израиля. Несмотря на то, что им было запрещено воевать, отбирать территории у Амона и Моава по велениям Всевышнего, эти территории, которые, в принципе, принадлежали Моаву, принадлежали Моаву и Амону, они отошли к сыновьям Израиля, потому что до них завоевал царь Сихон, и вот тут уже не было запрета разбираться, где чья земля, земли Сихона были завоеваны, и здесь поселились сыновья Рувена, Гада и половина колена Минаше. И в Амон Давид отправляет своих посланников. Здесь я хочу на секунду остановиться, увидеть нашу сетку, все лица или, по крайней мере, имена, и спросить вас, есть ли у кого-то какие-то вопросы. Ну, видимо, я опять все так замечательно и прекрасно изложил, что все вопросы, которые даже могли быть только, не возникли. Равзиев, просто спорить лишний раз не хочется. Есть некое возражение по поводу интерпретации того, почему так царь Моавитянский поступил. Он был в союзе с еврейским царством. Не, не царь Моавитянский. Он их казнил как предателей, которые покушались на царскую власть. Он был в союзе с еврейским государством. и поэтому он так поступил. То есть, это как раз, мне кажется, можно понять. Хорошо. Разве не так? Вот хорошо, так я же не возражаю. Я просто говорю, я хотел как раз подчеркнуть нелогичность поступка царя Моава и тем самым показать, что он продиктован только какой-то ненавистью, неприязнью. Он совершенно был нелогичный и невыгодный для него, для царя Моава. Я об этом говорю, понимаете. Так что я полностью с вами согласен. Царь Моава предал Давида, сделал страшное дело. И он начав войны, мы уже говорим о времени после войны с Моавом сейчас, он начав войны, он поступил очень жестоко с новьями Моава. Почему? Потому что это была причина. Мы с вами не об одном и том же нет. Ну, да. Очень хорошо. Окей, да. Хорошо. Хорошо. У меня, если можно, вопрос такой немного в сторону, наверное. Я прошу прощения, если это не совсем в тему. Нам царь Давид известен, как бы бы Хае Йом-Йом, скажем так, в каждодневной жизни, как автор Ти-Лим. Интересно, что в книге Шмуэля, да, мы нигде как бы не находим упоминания, так, как это же кажется, о таком роде его деятельности. Представляем себе, что было бы жизнеописание великого писателя. И не было бы ни строчки, ни строчки о том, что, по-видимому, ну, как бы занимало его часть его жизни. Я не знаю. Это не странно? Предпоследняя глава, как раз, Шмуэльбет, это практически Ти-Лим, это Псалом Давида. Ти-Лим, то, что, конечно, можно сказать, странно, конечно, можно сказать, странно, но тут история-то, она понятная. Пишется какой-то конспект, предельно сжатый, предельно сжатый конспект, и все это проходит, скажем, редакцию пророка Эммиягу, редакция тоже божественная, он как бы не сам работает, а с помощью божественного духа, который пребывает на нем, и мы видим, что все очень-очень сжатый. Есть, скажем, я могу сказать причину, может быть, она не основная, но очень интересная. То, что теория профессора Демского, который специалист по шрифтам, именам, и, можно сказать, вообще во всех областях истории, он говорит о том, что после, скажем, после Шмуэльбет, после Малахим, вдруг встречаем больших пророков. Они не потому, что они большие и более великие, в них текста больше. Начиная с Ишаягу, Иремиягу, Ихискеэля, это гораздо более подробные тексты. Он говорит, это связано с тем, что распространилась удобная письменность, что не всегда было, не было как бы печатных изданий, не было никогда, но, скажем, книги не были распространены. Да, и грамотность, как это ни странно, она не была стопроцентной, поэтому тексты писались очень короткие для того, чтобы люди запоминали их наизусть, помнили их наизусть. Это его теория. Я не думаю, что это основной момент, но само по себе замечание очень интересное. Трудно сказать, скажем, объяснить все причины, почему, скажем, то, как бы, особенно, кроме профессора Денского, этот вопрос не создается, скажем, от микробул, более-менее научный, скажем так, религиозный научный комментарий, он не задается этим вопросом, но мы можем представить себе, что, скажем, тексты представляют конспекты. Это одно, как бы, то, что понятно, ясно, это очень сжатый конспект со многими намеками, и к нему есть многие-многие медрошины. Может быть, может быть, поскольку существует книга Таирима отдельно, может быть, ее части не вошли в остальные писания, скажем, и остальные пророческие тексты. Это тоже, может быть, причина. Ну, вот то, что я, скажем, могу сказать. Но то, что правда, то, что совершенно верно, что, скажем, обращаясь к книгам Шмуэль-Алиф и Шмуэль-Бет, невозможно не упоминать о Псалмах, о Таилим, и мы это попробовали сделать хотя бы в нескольких местах. Вот, кроме того, кроме того, надо вот как бы представить себе характер Давида, да, и вот связь этой песни с храмом, да, вот это желание взлететь куда-то, подняться на пророческие уровни, поднять душу сыновей Израиля, возвысить душу сыновей Израиля, мне кажется, это сам по себе, кроме разговора о Таилим, это очень важный, о Таилим, который связан с этим, с Таилим, который связан с храмом, это очень важный разговор, потому что мы сегодня говорим о Галахе, о формальных вещах, это очень нужно, и раз как-то смотришь, проходят годы, мы не приходим к разговору о духовном значении храма, о его влиянии на душу человека, а мне кажется, без этого возродить настоящее стремление к храму очень-очень трудно, так что это такой обширный и не совсем конкретный ответ на очень интересный вопрос. В каком-то смысле можно сказать, что царь Давид Малер писал в стол? Да он не хотел это делать. Но его современники его цитировали, они его читали, они его знали. Во-первых, он встал ночью в полночь и пел, будил всех. Зачем он пел? Не только для себя, не только он с Богом разговаривал и получал эту божественную он хотел возвысить всех, хотел приподнять всех. Потом, говорят, когда играли левиты псалмы в Ярушалахе, в храме, они были слышны во всем Ярушалахе. То есть, конечно, правильно. Триниям остались до сих пор не поднятыми до конца. И получилось, что в стол, но он-то в стол не хотел, он хотел затронуть душу и страницам храма, они распространялись в самоиздате. Распространялись в самоиздате, возможно, трудно сказать, но наверное. Ну, тогда понятно, тогда понятно. конкретных ответов как бы нету, но то, что можно себе представить, необходимо представить. Это духовное значение его деятельности. Желание восвысить душу сновей израиля. Это, мне кажется, необходимо представить. Хорошо. Ладно. Всем большое спасибо за внимание. Вопрос принимается и в следующий раз. И я жду встречи с вами в следующий раз. Мы поговорим на это Хануку, наверное, но мы договоримся. Ладно. Всем хорошего, всего хорошего, хорошей недели. Всего доброго. Спасибо. Всем спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Окей. Те, кто учат иврита и учат иврит, через 10 лет мы начинаем по прошедшему недельному разделу. Всем счастливо и пока.